Их выкапывают просто экскаватором и увозят. Ну как же не стыдно? Неужели у вас совести нет? Осколки посуды, надгробные плиты и останки людей. Житель без лежащего дома Николай, как никто другой, знает историю этого района. Подобные находки он совершал и несколько десятилетий назад. Тогда, по его словам, тела эксгумировали и перезахороняли. Сейчас же со стороны рабочих одно равнодушие, сокрушается Николай Александрович. Тут, когда проводили дорогу, трамваи, в это время мы копали, ну не поверите сами, ну доставали из гробов, ну все что угодно. Ну там было и оружие, там было все. Никаких костей не видел, если кто-то что-то и находит, то это за пределами стройплощадки. Именно такими словами на месте событий встретил нашу съемочную группу прораб. А вот генеральный директор компании-подрядчика заявил в телефонном разговоре, что про древнее кладбище узнал только накануне из интернета. Археологи прошли перед выполнением работы эту территорию. Было дано заключение, что там присутствует определенный культурный слой, но он не представляет интереса для археологов. Поэтому как бы как такового, что нам сказали, вот здесь кладбище осторожно не копайте там или нельзя копать, такого не было. Сейчас на участке все работы приостановлены. В местах, где было обнаружено захоронение, необходимо провести специальные процедуры. Если это останки солдат, то происходит перезахоронение по соответствующим нормам. Если же это гражданское население, то, соответственно, проводится тоже эксгумация уже немножко по другим правилам. Что это за правило и какова судьба уже извлеченных останков? За этими вопросами замглавы города посоветовал обратиться в Центр охраны памятников. Именно они и производили осмотр объекта. Однако и там общаться на камеру не захотели, сославшись на вышестоящее министерство, службу государственной охраны объектов культурного наследия, в которой, в свою очередь, комментировать ситуацию и вовсе отказались. На момент нашего обследования никаких останков мы там не обнаружили. То есть, видимо, рабочие все это оперативно из грунта вынули и либо вывезли, либо засыпали. Неизвестно. Естественно, никто не захотел приостанавливать работы. Все это было благополучно, закрыто. Но это не значит, что там ничего нет. Никаких конкретных ответов на данный вопрос никто не дает. Все службы говорят о необходимой проверке грунта и длительного заключения специалистов. Дорогу же продолжают реконструировать буквально в нескольких метрах от шокирующей находки. Сроки сдачи объекта никто не отменял. Хотя в такой ситуации даже автомобилисты, как оказалось, готовы подождать. Нет, нет. Надо, конечно, перезахоронить. После этого только продолжать работу. А как? По-другому? Ну, можно просто закатать. Это будет удобнее. Быстрее дорогу сделают. Все поедут. Хорошо. Не будет провода. Ну, то есть, построить дорогу на могиле? Получается так. Нет, я не согласна с этим. Есть такие дороги, где лежат кости. Там проезжает постоянная авария происходит. Но я думаю сначала вытащить кости, а потом уже делать дорогу. О том, что на костях стоит буквально весь город, знают далеко не все. Довоенные захоронения время от времени обнаруживают в разных концах Калининграда. С мая 2014 года местные поисковики эксгумировали останки 10 тысяч жителей Пруссии. Как правило, в старом Кёнигсберге рядом с каждым значимым строением располагалось кладбище. Война уничтожила многое, поэтому сейчас так сразу и не узнаешь, стоит ли ваш дом на месте захоронения. Но вот буквально в нескольких шагах от Бранденбургских ворот располагается детский сад номер 29, куда каждое утро родители приводят своих детей и об истории вряд ли задумываются. А вот о том, что действительно скрывает под ним земля, известно только историкам-краеведам. Центральная площадь, парк культуры и отдыха, несколько торговых центров. Сразу после событий на улице 9 апреля интернет начал пестрить своеобразными картами. На них историки отметили крупные немецкие кладбища. Но по мнению жителей домов, все по той же улице 9 апреля важно не само место захоронения, а отношение к памяти усопших. Кирилл Попов, Станислав Куркин, Служба новостей, город.